История, подобная на кино, началась у вёсцы Микуличи Брагинского района. Юный Степан Здоровец, разом с иншей молоддью, был гвалтовно вывезен оккупантами. Германия, затем концлагер у Норвегии, которую нацисты захопили еще в начале Другой Сосветной войны. Амальадразу будывались лагеря для военно-полонных и гражданских, сагнанных на примусовые работы из других стран. У всех ждала шкодная для здоровья работа по сдобыче молибдена и голодное життя в бараках. Он бежал с этого конца лагеря, было три побега, два неудачных, один удачный. Естественно, было, наверное, шпагоня, потому что немцы там делали облавы, искали. Холодной ночью хлопец долю пройти десятки километров. Населенные пункты Степан обыходил, а лежу решти ему довелось выйти до местовых жихаров. Спустился с гор, три домика стояло у подножия горы. Он постучался в самый крайний. Ему открыли девочка, 8 лет ей было. Он постучался, что-то там объяснил ей. Она позвала мать в тюремных этой самой одежды, оборванных, голодных. Но она его покормила и как-то объяснила ему, что здесь ему находиться нельзя, потому что немцы жестоко расправляются с народом. И он ушел от них. Ушел, поднялся в горы, нашел себе место в ущелье, там, скала, и, короче, нашел в пещере там. И жил там. Не глядя на рисок, норвежцы допомагали утекачу, приносили продукты и все необходимое. Так протягивалось и несколько месяцев до капитуляции Германии. После этого Степан еще не который час жил сярод своих выротовальников. И только в 1946 году вернулся в Советский Союз. Отримал высшую эдукацию, завел семью, выгодовал детей и до пенсии працавал на нафтоперепрацовщем заводе. Помер во взросле 73-х годов. А про шмат годов оказалось, что Степана Федоровича шукают люди из Норвегии. Правда, под имен Стефана Даровца. Миновит атаки он значился у список концлагера. Высветлить, про кого и деговорка отрималася, дякуючу випадку и артикулу у норвежской газете. Писатель-историк норвежский, Магна, он писал книгу о военнопленных, о людях, известных на принудительные работы. И нашел в этом самом газете статью про этот побег, что удалось человеку избежать из такого усиленного охраняемого объекта. По запрошении норвежцев Алексей Степанович съездил в их краину, увиделся с людьми, которые допомогли выжить его батьку. Сирот из них была и та девчонка, которая первая открыла двери в текачу с фашистского полона. Но головной подзеей стало наведывание той самой пячоры, в которой выживал батька. Оба с ее повесили мемориальную шильду. На норвежской мове тут коротко описана история белорусского хлопца, який смог выжить и вернуться до дома.